Закрытое бета-тестирование по Тарисленд, в общем-то, завершилось. У нас открылось прекрасное окно для того, чтобы обсудить все изменения, которые были внесены в игровой процесс разработчиками до его проведения, а также для бесед про классы и иные механики. Собственно, этим мы и занимались на уходящей неделе, вот только в одном из роликов мы забыли обсудить ключевой для нашего региона вопрос. Сегодняшнее видео выпускается для того, чтобы закрыть образовавшуюся дыру в контенте. Правда, прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает легендарная Perfect World Mobile. Perfect World это одно из немногих MMORPG, которые остались верны себе и не превратились в сессионные продукты. Помните, когда-то мы начали играть в представителей этого жанра из-за хорошо развитой социальной составляющей? В этой игре она осталась. Мобильная версия, доступная для устройств под управлением iOS и Android, не является исключением. Боссы для 24-х человек с обязательной голосовой связью присутствуют. Осады, в которых сражаются десятки игроков с каждой стороны. Главная часть контента. Подземелье, прохождение которых со случайными игроками займет несколько часов, а с друзьями 20 минут. Тоже добавлены. Сложное и интересное ПВЕ. Разнообразные события в открытом мире, а также жаркие сражения с другими игроками, как на аренах, так и далеко за их пределами. Что еще нужно настоящему фанату жанра? Разве что честную монетизацию, и она здесь тоже присутствует. Не верите? Тогда просто проверьте через поисковик количество гайдов на бесплатное получение высокого уровня БМ, который здесь выступает в ходе ключевого показателя экипировки. Добавьте к этому значительно улучшенную визуальную составляющую, приятную прокачку персонажей без лишней мишуры и внушительную кастомизацию внешности героя по нынешним меркам, и вы получите весьма достойный проект. Давно искали настоящее MMORPG для своего портативного устройства? Тогда самое время перейти по моей личной ссылке в описании и зарегистрироваться в Perfect World Mobile, а по промокоду вы дополнительно получите множество приятных бонусов. Удачи! За последние два месяца разработчики из компании Tencent достаточно результативно провели 4 разных теста. Да, в то время как некоторые иные участники индустрии не могут организовать за несколько лет даже одно, другие просто штампуют их пачками. Самый первый тест был посвящен предварительному тестированию, чтобы команда еще в рамках мая могла убедиться, что все внесенные изменения и правки работают на должном уровне. Вслед за ним было организовано закрытое бета-тестирование для Китая, где в планах создателей была проверка на работоспособность подавляющего количества механик, перед демонстрацией проекта на глобальном рынке. Собственно, именно после него и было решено отключить разбойников, которые начали вытверять какие-то абсолютно феерические вещи, а потом отказаться от демонстрации поля боя с захватом и доставкой своеобразных флагов, ведь паладины танки оказались практически неуязвимыми. Как только все соответствующие решения были приняты, Tencent запустила небольшой стресс-тест, все в том же Китае, а через пару дней после него открыла двери для 65 тысяч пользователей на свое глобальное закрытое бета-тестирование. Любопытно, что изначально они планировали пригласить всего 10 тысяч игроков, но их система регистрации позволила попасть гораздо большему числу участников, чему по всей видимости разработчики специально сильно не препятствовали. Так или иначе, но оно прошло весьма результативно, ведь на пике ему удалось достигнуть отметки на Twitch почти в 20 тысяч активных зрителей, что вообще-то для MMORPG с азиатскими корнями и нулевым освещением в прессе невероятно много. При этом не секрет, что львиная доля просмотров пришлась на русскоязычный сегмент, который по всей видимости лучше всего осведомлен о предстоящем релизе. Само тестирование прошло достаточно неплохо, и нам дали пощупать огромное количество контента, а что еще важнее, предоставили вполне рабочий билд игры. Да, к нему есть претензии, о чем уже выходило видео на этом канале, но их не так много, и назвать увиденное чем-то ужасным или отталкивающим ни в коем случае нельзя. Не идеально, конечно, но явно лучше, чем все, что попадало на рынок в течение последнего года, может быть двух. После завершения этого невероятного события, пришло время выпускать ролики и рассказывать про различные механики, дабы игроки, прошедшие мимо тестирования, лучше подготовились к следующему его этапу или непосредственному релизу. Один из таких материалов и появился на канале в понедельник, но неожиданно в комментариях обратили внимание, что ответ на главный вопрос упущен. А звучал он следующим образом. Будет ли русскоязычная локализация в Таррисленд? Что ж, каюсь. Автор этого канала Грешин, и в пылу самостоятельной работы над выпуском 7 роликов в неделю, упустил этот вопрос из виду. Но и вы, уважаемые зрители, не идеальны. Вот вы хоть раз видели на этом YouTube просьбу подписаться на чей-нибудь Бусти или занести копейку на Донейшн Алертс? Нет, никогда такого не было, и это в условиях, когда за 6 лет существования всего 7 человек перешли по ссылке в описании, и что-то добровольно пожертвовали автору. Вместо этого вас стабильно просят всего о двух гарантированно бесплатных вещах. Это поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А что в итоге? Почти 73% зрителей смотрят ролики без подписки, что является буквально феноменальным показателем для этой платформы. Парадоксально, но автор свой грех с упущенной информацией про введение локализации уже исправил, выпустив это видео. А вот вам свои грешки еще только предстоит загладить. Так что поспешите это сделать, пока не начался следующий пункт. Какая информация ценилась выше всего на прошедшей неделе? О чем постоянно спрашивали зрители, и чем они интересовались буквально у каждого создателя контента? Всего было 4 темы, которые массово привлекали аудиторию. Это Как попасть на тестирование? Когда игра выйдет в релиз? Есть ли русскоязычная локализация? И когда следующий тест? На первую половину вопросов мы уже отвечали в профильном материале, который появился на канале в понедельник. Если пропустили, красная стрелка, правый угол, подсказка. Дальше сами как-нибудь разберетесь. Однако, что же слышно по будущим тестам? Вероятно, вы можете очень сильно удивиться, но изначально предполагалось, что это финальное бета-тестирование, и теперь нас ожидает только запуск игровых миров, который должен состояться в скором будущем. Тем не менее, в самом разгаре этого теста команда Tencent опубликовала достаточно внушительную статью с извинениями, где сообщила, что недооценила количество фанатов Tarisland, и поэтому не подготовила необходимое количество игровых миров. Сама по себе эта информация была бы для нас непримечательна, как будто бы очереди и проблемы с входом могут кого-то удивить, особенно после проектов Activision Blizzard. Вот только в самом конце было сказано, что разработчики Tencent обязательно исправятся в ходе проведения будущих тестирований. На этом моменте у всей активной общественности возник немой вопрос, и легкое недоумение. Мол, как это так? Разработчики еще будут проводить тесты? Да, по всей видимости, ответ на эти вопросы утвердительный, вот только по формату и датам нам ничего не сообщили. Более того, в ближайшее время ожидать этой информации не стоит, ведь команда явно будет трудиться в усиленном режиме над исправлением обнаруженных неполадок и дорабатывать те некоторые упущения. Согласитесь, на новость тянет очень слабо, и проще было опубликовать ее где-нибудь в социальных сетях, вроде того же русскоязычного Discord или сообщества ВКонтакте, ссылки на которые есть в описании. Вот только в китайских чатах начали появляться инсайды. Они вообще достаточно часто и стабильно поставляют нам разную интересную информацию. К примеру, именно из них мы узнали, что разработчики трудятся над введением выбора пола до того, как это объявили официально. Оттуда же появились данные про примерные сроки проведения тестов, и лишь через несколько месяцев об этом заявили представители Tencent. В общем, источник, конечно, так себе, но пока все данные из него оказывались верными. На этот раз нам сообщили, что в планах кампании проведение всего двух тестов, которые уже точно будут заключительными. На первом этапе, который предположительно состоится в конце августа или начале сентября, должно быть проведено одновременное открытое бета-тестирование во всем мире. Целью этого является финальная проверка всех добавленных механик и исправлений, а также выявление оставшихся недочетов, которые можно было бы быстро исправить до запуск Таррисленд. Предполагается, что оно продлится всего 7 дней, и в течение этого времени мы сможем получить некие косметические предметы, которые переедут на релиз. Таким образом, побывав на тесте, вы сможете их заработать, и выделиться на фоне новичков в будущем. Второй тест носит технический характер, и он будет проходить в формате стресс-теста. В ходе него нам будет доступно только две локации, стартовая, где вы начинаете свое путешествие, и каньон, где вы встречаете расу местных тауренов. За него нам будет полагаться еще одна косметическая награда, а само событие будет проходить одновременно во всем мире в течение одних суток. Здесь в качестве даты называют начало октября, и инсайдер ссылается на то, что чуть меньше, чем через месяц после этого события, состоится официальный релиз. Здесь важно помнить, что любые инсайды не являются официальным источником информации. И даже если ранее они были точны, это не гарантирует, что они будут точны и дальше. Tencent вполне может изменить свои планы, или источник может оказаться любителем погадать на кофейной гуще. Так что обнадеживать себя раньше времени не следует, чтобы потом не расстраиваться, и не обвинять разработчиков в том, что они публично не обещали. Теперь касательно локализации Tarisland. На самом первом тестировании, которое проводила Tencent еще в январе 2023 года, был доступен исключительно упрощенный китайский язык. Больше никаких вариантов подключено не было, и, как вы понимаете, в целом это нормально. Компания впервые решила продемонстрировать свой продукт в одном конкретном регионе, и просто не стала тратить время на все остальные языки. Тем не менее, когда сотрудников спрашивали насчет локализации, они всегда отвечали утвердительно, что перевод проекта состоится на максимально доступное количество языков, и у разработчиков есть все инструменты для этого. С приходом закрытого бета-тестирования, языков стало немного больше, и мы получили, кроме упрощенного китайского, целый традиционный китайский, который в ходу на прекрасном острове Тайвань, в Макао и Гонконге. К счастью, разработчики не забыли и про введение английского, причем он получил не только текстовый вариант, но и полноценную озвучку. Как позже выяснилось, у этого перевода есть один серьезный недостаток, который заключается в отсутствии так называемого липсинга. Проще говоря, губы персонажей не попадают в такт с фразами, и иногда диалоги заканчиваются раньше, а герои продолжают вести немую беседу и наоборот. Так или иначе, но это уже хоть какое-то изменение в происходящем, но есть ли у нас причины полагать, что разработчики на этом не остановятся? Есть, и они достаточно весомы. В первую очередь, в том же самом извинительном сообщении было указано, что команда допустила ошибку, введя так мало переводов, и в дальнейшем она планирует подключить больше языков. Во-вторых, в папке с игрой, которая, по словам Tencent, была специально обрезана, дабы мы не смогли раскопать больше подробностей про скрытый от нашего взора контент, все же обнаружились базовые файлы для интеграции других языков. И если верить тому, что пишут в интернете, то они, по всей видимости, ответственны за то, чтобы текстовая локализация ровно ложилась на игровой процесс, а также интегрируют в клиент различные шрифты. Стоит заметить, что Tarrisland обладает каким-то невероятным количеством переводов, среди которых можно обнаружить арабский, итальянский, испанский, иврит, китайский упрощенный, китайский традиционный, немецкий, норвежский, португальский, польский, румынский, словацкий, тайский, турецкий, французский, фарси, хинди, хорватский, чешский, корейский, японский и, конечно же, русский. В общей сумме целых 22 языка, что выглядит, мягко говоря, очень внушительно. Не то, чтобы это как-то противоречило возможностям Tencent и их бюджету, но это явно значительно больше, чем мы привыкли видеть в онлайн-играх на старте, и даже через несколько лет после их релиза. Обычно разработчики ограничиваются десятком переводов, и то, зачастую мы слышим только про текстовую локализацию. Здесь, конечно же, нам никто не гарантирует наличие аудиоперевода, но, учитывая размах, все шансы есть. Собственно, учитывая наличие фарси, можно предположить, что разработчики вполне себе котируют выпуск проекта на территории Исламской Республики Иран, а, значит, причин на отсутствие русскоязычного перевода, и уж тем более каких-то ограничений на выпуск в нашем регионе, определенно ждать не стоит. Безусловно, остается еще какой-то простор для домыслов и предположений, но, учитывая, что Таррисленд в рамках бета-тестирования получила всего 3 языка из 22, можно предположить, что все они находятся приблизительно в равных условиях. Единственный вопрос, на который у нас нет никакого ответа, это наличие аудиосопровождения. Найденные файлы не дают никаких данных по этой теме, а поэтому здесь нам остается только строить предположения. С другой стороны, игры, имеющие только субтитры, выходят достаточно часто, и маловероятно, что отсутствие озвучки вызовет у кого-то из вас стойкие негативные эмоции. Чего у Tencent не отнять, так это размаха, с которым они подходят к релизу своего будущего MMORPG. Компания явно поняла, что аудитории интересен их новый продукт, и пользователи достаточно активно стремятся к знакомству с ним по всему миру. Уже сейчас мы можем видеть наличие файлов, отвечающих за невероятное количество переводов на все возможные языки, что выгодно отличает этот проект от многих его предшественников. При этом и запуск игры состоится по всему миру в одно и то же время, а его развитием и поддержкой займется одна компания, а не 10 различных региональных издателей, что в итоге наталкивает на мысль про вполне себе внушительные перспективы Tarisland. Привавьте сюда внушительные бюджеты, которые очень сильно любят выделять для продвижения подающих надежды игр, и вы получите достаточно громкий релиз в обозримом будущем. Не стоит забывать, что Tencent еще ни разу не запускала крупные проекты без масштабной рекламной поддержки, а значит уже совсем скоро мы про нее услышим. Наличие же еще двух тестирований и русскоязычной локализации позволяет говорить нам о том, что значительная часть пользователей из нашего региона сможет самолично познакомиться с этим проектом. Вероятно, в ближайшее время нас ожидает резкий рост числа участников сообщества. Пожалуй, теперь вы, уважаемые зрители, получили ответы на все важные, интересовавшие вас вопросы. Прощен ли автор этого канала? Ответ на этот вопрос будет крайне субъективным, а все субъективное на этом канале остается на откуп комментариям. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!